5 сентября день лупа по-латински это волк уверовал во христа святой луп разбил бездушных эллинских идолов а иных потопил в глубине морской за это нечестивые идолопоклонники хотели рассечь его мечами на части но пришли в безумие и посекли друг друга тогда не начали пускать святого стрелы но вместо мученика поражали стрелами друг друга луп еще не был крещен и весьма желал святого крещения он повалился осем господу эта часть неба пролилась на него вода народе день лупа называли брусничником поскольку к этому времени уже поспевала брусника женщины и дети шли собирать эту ягоду бруснику искали во влажных лесах и на болотах из нее готовили вкусные полезные деликатесы пастилу варенье компоты а же замачивали в воде народе брусника уважали и ценили за целебные свойства она помогает справиться с простудой и даже туберкулезом который является запущенностью простуды и и листья шли на приготовление специального чая который использовался для лечения болезни печени и кишечника по степени зрелости брусники определяли насколько поспел овес и можно ли его убрать если ягоды уже в соку то овес поспел приметы если утренних заморозков еще нет сентябрь будет теплым если к дню лупа овес не собрать он может пропасть от морозов в этот день отмечаются первые заморозки если на лупа журавли на юг потянулись зима наступит ранее если журавли летят низко зима будет теплой если летят в небе высоко холодной если журавли сегодня летят молча и быстро и жди ухудшение погоды в ближайшее время конечно это о чем мы поговорим на сегодняшней передаче говорить мы сегодня будем о синяках не потому что бьет меня кто-то потому что часто люди наблюдательные замечают что даже забыли откуда поставили синяк просто надеваем какие-то уже такие летние какие-то мальчики смотрю здесь синяк здесь синяк здесь синяк откуда они берутся то есть мне не больно когда я их делаю я не фиксирую когда они делаются я поговорила с народом многие страдают и кто-то умный говорит сосуды ну понятно я тогда к малаху мне сейчас все расскажут сосуды не сосуды хорошо я согласен и остается просто добавить что когда оставишь синяки вроде бы и непонятно где и как ударилась но в конце концов неприятно что они есть оказывается что такое действительно синяки синяки это проблемы с сосудами почему-то наши сосуды становятся хрупкими и естественно любой какой-то толчок они начинают ломаться кровь выходит да и получается вот это вот гематомочка которую мы видим в виде синяка так вот оказывается в чем же проблема проблема опять-таки в нашем питании для того чтобы наши сосудики были эластичными чтобы они были такими молоденькими хорошо пропускали кровь оказывается должны в пище содержаться два основных вещества витамин п рутин и витамин c который вообще дает нам крепость в нашем организме и если их не хватает то и наблюдается вот эти вот потрясающе послушайте есть же такие синтетические витамины которые продаются в аптеках бог с ними как называется смысл в том что в составе именно этих вот поливитаминов находится как раз вот этот рутин витамин c но вроде как все знают что он должен быть некоторые еще по старой советской детской привычки во взрослой жизни едят эти драже а где брать рутин и что он да ну как бы откуда откуда растут ноги хорошо сейчас мы узнаем откуда рутина растет что он делает и так далее но прежде чем приступать к объяснению витаминов p и c я должен одну важную вещь сказать дело в том что синтетические витамины они по самому действию намного слабее нежели естественные я думаю что в некоторых случаях могут в 10 это 20 раз и кстати кстати очень важно понимать что синтетически они хуже усваивается и как правило когда мы их принимаем мы просто напросто не в туалет и душ замечаем что наша моча становится желтого цвета того витамина которым из да она должна быть такая чистенькая а тут она какая-то вот найти то есть это говорит о том что этот витамин просто-напросто транзитом проходит через наш организм и более того если мы с вами значит больше всего витамина c содержится в шиповнике витамина p содержится в свежей зелени съедим шиповника съедим значит этого зелени никакой передозировки не будет на всех упаковках синтетических витаминов сразу дано предостережение они могут вызвать передозировку и некоторых случаях даже отравление так вот основного витамина заключается его в укрепляющем действий именно на капилляры чтобы проницаемость у нас капиллярного русла была сведена к минимуму потому что кровь не уходила вот и как раз витамин p повышает прочность капилляров и улучшает их эластичность благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малахо про доброго здоровьица и до новых встреч и